Переступив порог дома семейного типа, понимаешь, что такое большая и дружная семья. Маленькие домочадцы радостно встречают волонтеров. С азартом рассматривают коробки с подарками и буквально через несколько мгновений бегут по ощупи показывать куклы, мотоциклы и разукрашки маме. Дети всегда спешат поделиться своими обновками. Улыбаясь, признается Галина Крутель. Родители – воспитатели восьмерых деток. Пока волонтеры изучали с детьми подарки, Галина Викторовна уделила нам пару минут для интервью. Общество лицом повернуто к этим особенным детям, поэтому, мне кажется, очень важно делать им приятное, потому что они обделены были, так как у нас выводят маленькие детки. И они были обделены лаской, вниманием, заботой, поэтому сейчас общество стремится компенсировать это. Разобрав подарки, становится понятно, что Сергей любит мастерить. Макар – подвижные игры, дива – мотоциклы, а Оля – принцесс. А у тебя что за подружка новая? Куква. А что нам были делать, когда мы в батарейке купили? Что нам были делать? Танцевать. А еще что? Что у нее есть? Петь. Микрофон, да. А дети? Она файлка. Я тоже люблю петь. Благотворительные акции «Радость в каждый дом» проводятся в московском районе не первый год. Подарки, необходимые предметы для будущей учебы в детском саду для нуждающихся детей, волонтеры приобретают за счет собранных средств. В этом году посильную помощь оказали 15-е, 3-е, 26-е средние школы, а также руководство вспомогательной школы-интерната. Основная цель данной акции – поддержать не только материально, но и морально. Все-таки люди должны чувствовать, что они не одни остаются со своими проблемами. Потому что мы белорусы, мы все вместе, мы стараемся не забывать о тех людях, которые рядом и которые нуждаются в нашей помощи. Кроме семей, проживающих в домах семейного типа, волонтеры Московского районного комитета БРСМ посетят семьи, воспитывающие детей инвалидов, а также социально-педагогический центр города Бреста. Продолжение следует...